Всем привет! Наконец-то я снимаю долгожданную проверку ваших способов на мистике. Вы её довольно долго ждали, почти два месяца прошло с последнего видео про эти мистики. Если честно, подобные видео, где нужно выполнять какие-то задания или способы проверять, очень тяжёлые, так как нужно очень много времени и сил, чтобы это всё отснять. Поэтому задания от подписчиков и способы на мистике будут выходить редко, вы уж простите, времени совсем нет. Комментарии со способами сохранялись в галерею абсолютно все, но когда мы их с ассистентом лично читали, то видели, что некоторые люди писали способы, которые я проверяла в прошлых видео. Поэтому, кто это писал, не обижайтесь, ваших комментов в этом видео не будет. Ну а перед началом этого видео мне бы хотелось порекомендовать вам Marketplace Playerog, на котором сейчас проходят осенние скидки и розыгрыш на 50 тысяч рублей. Это Marketplace игровых товаров и услуг. А чтобы поучаствовать в этом конкурсе, вам всего лишь нужно пройти по моей ссылке в описании или закреплённом комментарии и зарегистрироваться через ВК или Google. После чего вам нужно уже по вашей ссылке в профиле пригласить какого-нибудь своего друга, который ранее не был зарегистрирован на сайте. Если ваш друг пройдёт регистрацию, то вы станете участником розыгрыша. Надеюсь, всё понятно. На этом сайте можно не только покупать какие-либо игровые товары или услуги, но и самому что-нибудь продать. Если вы что-то купите и не получите свой товар, то смело пишите в техподдержку, которая вернёт вам ваши деньги. Как бы после оплаты покупки деньги остаются на сайте, а продавцу они поступят только после вашего подтверждения, что вы получили свою покупку. Напоминаю, ссылка в описании или закрепи. Желаю удачи в конкурсе. Всем приятного просмотра. Так, первый способ, который мне написали, это идти в японский лес на край карты недалеко от босса. Зайти в щель в камнях, чтобы был от первого лица. Сделать легендарные или клап действия. Можно также сперва убить босса, но не обязательно. Так, босса убили. Теперь нужно идти искать этих камней. Ну, это, наверное, здесь. Это вроде как край карты. Вот только непонятно, где эта щель в камнях. Это типа текстуры камней? Или где-то прям реально щель? Ладно, неважно, я встану сюда. Надеюсь, это правильно. Так, и ничего не падает. Следующий способ. Убей два раза королевского тигона и встань возле него. Я так выбила себе два мистика. Ну, сейчас попробую это выполнить. Да, выпал мистик. Следующий способ. Надо прибежать к анобису и справа от входа упереться головой к стене и открывать в сундуке примерно 20-50 тысяч монет. Итак, ничего не выпало. Не расстраиваемся. Следующий способ. Взять волка или гепарда, идти в дикие степи, выйти из логова, повернуться налево и бежать к трем горам. Залезть на среднюю, открывая сундуки, мне выпало три мистика. Нужно постараться открыть 20-40 сундуков. Ну, 20 тысяч у меня есть. Итак, открываем. Так, ладно, ничего не выпало. Следующий способ. Нужно прийти к Амату, подбежать, чтобы он бил вас и открывать в это время сундуки. Так, ничего не выпало. Следующий способ. Взять крокодила, убить Анубиса, потом секретного босса в Египте и в той же комнате с секретным боссом открыть сундуки. Хорошо, сейчас... Надеюсь, хоть что-то выпадет годное. Довольно много я слила монеток на этот способ, но ничего не сработало. Все в бестолку. Следующий способ. Взять льва на долину гигантов, победить волка, потыкать на Пэта Цербера на четыре мистика льва, а дальше открыть сундуки. Сейчас... Ничего интересного не выпало. Следующий способ. Так, этот человек уже пишет два способа, но смогу я выполнить только первый, потому что во втором он пишет, что нужно играть за гепу, скин клубный, аксессуар. Ну, короче, там нужна вся египетская одежда с клаба, которой у меня нет на гепу. Поэтому я не смогу выполнить второй способ. Ничего не выпало. Следующий способ. Здесь, как я понимаю, нужно зайти в Египет и встать к овце, ну, который ежедневную рулетку дает прокручивать, и открывать сундуки под легендарное действие. Так, ничего не выпало. Хотя монетки слили все. Итак, следующий способ пишут уже два человека. Возможно, это какой-то распространенный, либо кто-то у кого-то скопировал. Собственно, не важно, оба в видео. Для этого способа нужно зайти в онлайн, идти в долину гигантов и зайти на сервер, где играют 6-7 игроков. Потом, как я понимаю, идти к волку, встать у камня и открыть около него сундуки. И так, никаких мистиков не выпало. Следующий способ. Зайди в зимний лес, убей три раза босса, потом иди домой и сядь на любой стул. Мне выпало 7 мистов. Я что-то не верю, что тебе прям 7 мистов выпало. На это надо для таких мистов 57 тысяч монет. Честно скажу, мне некогда копить 57 тысяч, я поскорее это все отсниму и уже пойду заниматься своими делами. Дела у меня очень много и времени на все это капец как мало. Поэтому, вы уж простите, будем без 57 как-нибудь. Ну, собственно, пока я ждала, чтобы медведь возродился, ну, поднакопила себе монеток. Ну, более-менее к 57 приближено. Итак, слили мы все монетки, но ничего не получили. Следующий способ. Дальше они пишут примерно идентичное. Только один пишет, просто сядь на лего предмет, любую лего. А другой пишет, надо либо 20, либо 50 сундуков. Ну, то же самое пишет. Но тут дело вот в чем. Через 2-3 часа выпадет мистик. Так у меня вообще времени нет, чтобы сидеть и ждать 2-3 часа. Я сразу открою, посмотрю, как бы работает ли это вообще. Так, не сработало. Следующий способ. Назвать питомца он до конца. И пойти в долину гигантов, встать рядом со львом и открывать сундуки. Мне, честно, выпало 2 мистика. Ну, я, конечно, верю, потому что много кто писал про ник он. Может, реально работает, но у меня еще ни разу не работало вот с таким ником Пэта. Ну, ни разу не работало. Мне кажется, и сейчас тоже не сработает. Собственно, как и ожидалось, нет мистика. Следующий способ. Надо зайти в Декие Степи и зайти в реку около босса, в воде открывать сундуки. Итак, ничего не выпало. Следующий способ. Я хочу рассказать способ на мистик или на редкий. Короче, надо зайти в древний лес. Скорее всего, это Дикие Степи. Убить лося либо одной, либо с семьей, потом открыть сундуки и в каком-то сундуке, возможно, выпадет мистик. Но перед тем, как открывать, нужно сделать легендарное действие. Так, следующий способ. Нужно взять рысь с самым первым клубным скином и пойти в китайский лес. Затем убить секретного босса и сесть на него. Начать открывать сундуки. Но дальше пишет еще, что нужно взять логово мистический лес. У меня его нет. Поэтому второй способ я не проверю. Так, этот тоже не работает. Что-то какие-то нерабочие вы все способы даете. Либо мне просто что-то не везет. Хотя, в самой первой проверке способов на мистике мне аномально везло. Я не знаю, как и почему. Но там прямо аномальное везение. Каждый второй или третий способ был верным. И работал. Так, дальше пишут, что нужно больше 30 тысяч монет. Потом зайти в долину гигантов. Идти к овце. После этого нужно сделать баг. Так, когда у тебя будет 1 хп, астас тебя добьет. Перед тем, как ты умрешь, упадешься, надо нажать на паузу. Если все заработало, ты будешь лежать как мертвый. Так, потом нужно сменить скин на любую редкость и убежать на спавн. И открывать сундуки. Надеюсь, я все правильно сделала. Так, ничего не выпало. Следующий способ. Нужно взять орла, идти на арену, взлететь высоко над спавном и открыть около босса 20-60 сундуков. Ну, я 20 примерно открою. Ничего не выпало. Следующий способ. В одиночном или в онлайне сделать легендарное движение танец и открыть сундуки. Стоп, чё? Мне выпал клап? Так у меня же сейчас подписка кончилась давно. Как он мне мог выпасть? Я вот этого не понимаю. Ну, так-то мистиков не выпало, но из уникального выпал повторка на клап. Это очень странно. Хотя мне писали про такой баг, типа, человеку, у которого не было никогда этой подписки, выпал клап на тигра, чёрный вроде. Короче, заходит смотреть, ну, в меню, хотел скин сменить на этот чёрный, а этого скина у него не было. Что за баги творятся? Что это такое? Следующий способ. Нужно зайти на любом животном, на карту Дикие степи, побежать к лосю и сделать так, чтобы он тебя ударил один раз, потом открывать сундуки. Итак, ничего не выпало. Нужно зайти на карту Древний Египет, иметь где-то 26 тысяч монет, неважно, какое животное. В онлайне бежишь к анубису, встаёшь в любое место, открываешь сундуки, и на последнем будет огромный шанс на выпадение двух мистиков в одном сундуке. Вот мне выпало два мистика на последнем. Я, кстати, не верю, что в одном сундуке может выпасть два-три мистика. Мне кажется, это всё невозможно. Максимум один выпадет. Как бы, я ни разу такого не видела за все три или даже четыре или два года игры. Я не знаю, не считала, но примерно два-четыре. За все мои годы игры я такого ни разу не видела. Мне кажется, это... Ну, не может быть такого. Итак, мистиков не выпало вообще, хотя я слила довольно много монет на этот способ. Не знаю зачем. Следующий способ. Для начала берем волка, обязательно последнего члена семьи, переодеваем в нуба и делаем пэту имя он. И убираем пэта. Потом идем ко львам в долину и встаем в камень полностью и действие рычать. Ну, что-то такое. Сейчас я выполню. И ничего не выпало. Жалко. Следующий способ. Копиешь четыре и пять тысяч монет, идешь на карту арены для боев, умри один раз, зайди в логово и открывай. Ну, ладно, попробую. Ничего не выпало. На этом все. К сожалению, все способы мне не удалось выполнить. Я вначале говорила, что у меня довольно мало сейчас времени. И вообще как-то не особо хочется мне сейчас сидеть и абсолютно все выполнять, потому что, ну, кто-то писал про баг на полет, но, к сожалению, в то время, когда я сейчас снимаю, этот баг уже пофиксили. Я уже не смогу никак эти способы выполнить. Что очень обидно. Жалко, конечно, что они его пофиксили. Как бы много чего этот баг давал. Но мне кажется, его пофиксили только потому, что орел просто терял свой смысл. Как бы летать можно было на абсолютно любом животном. И, типа, зачем орел нужен, если летает абсолютно любой зверь? Мне кажется, именно из-за этого убрали. Ну, летать абсолютно любой мог, кроме крокодила и там еще кого-то, у кого нет кнопки прыжка. Ну, собственно, все поняли. Все, наверное, знают, что за баг. Ладно, спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.